Здравствуйте. Историю памятника. Создание. В 1929 году было принято решение соорудить памятник в Харьков. Харьков тогда был в столице Украины. В 1929 году. А в 1934 году Матвей Манезер, ленинградский республик, победил в конкурсе. И в том же году начало строиться основание памятника. Для того, чтобы в помощь Манезеру, Харьковский театр Шевченко отправил своих ведущих артистов. Наталью Узби, Амбросия Бусину, Свердюка, Лэй Свердюк или Александр Свердюк. И вот там вот женщина с сипом стоит. А вы не могли бы уточнить? То есть первая это Наталья Узби. Наталья Узби. А ниже вот лежит. Сейчас я все расскажу. Значит, она облицетворяет собой Катерину. Эту забитую крепостную христианку. Вот она держит ребенка на руках. И она как бы отделена от всех остальных. То есть это олицетворение Пальневойлона из Украины. Вот это вот раненый крепостной лежит. Бучма, Амбросий Бучма, артист. Значит, я немножко позже расскажу о нем, артисте. Значит, как бы поваленный, значит, тоже несчастный, тоже поверженный, но не покоренный. Мне покорюсь. Дальше Лес Сердюк. Это с серпом, который, да. Значит, вот он олицетворение того, что Украина, значит, борется. И она никогда не будет забьет. Кстати, Сердюка я еще застал. В 50-х годах здесь как артистом. Он уже старичком тогда был. Вот это тоже, в общем, разрывает. Христианин разрывает пути. Да, да. Прототип один и тот же. То есть человек один и тот же. Следующая. А вот это народный артист Союза Марьяненко. Видео Запорожца, у которого руки за спиной. И связанный. Колоритный персонаж. Обращает взор. Должна помощь прийти. Запорожцы вообще очень вольновидимый народ. Который никогда не сдавался. Дальше. Вот это вот артистка Коваль. Вот она держит грабли. И там еще. Что-то еще. Не вижу. Тип, тип. Кстати, во время войны. Тип попала пуля. И оно было почти перебито. Сейчас мы ее замотали. И все нормально. Вот еще Амбросий Бусима. Уже в третий раз. Олицетворение. Черновом. Черновного. Это как олицетворение вот того огнета. Ну, царского в общем. Который довел Украину. Следующий образ. Это солдат. Солдат. Да. Черты лица очень похожи на самого большего. Да. Он же тоже солдата отдал. Много лет был. Остали его. Да, да. Солдаты на Каспийском море. На воскресенье. Ну, а дальше пошла идеологизация. Значит, революция 1905 года. Рабочий перебитое знамя. Красное знамя вот поддерживает. Вот та фигура, значит, указывает, откуда, значит, опасность идет. Следующая группа. Следующая группа. Значит, матрос. Матрос, значит, объявляет о победе. Арктикской революции. Рабочий. Олицетворение защиты революции. С винтовка, да? Да. Жалко, что тут много идеологических появилось. Ну, тогда иначе нельзя было. Вот. А вот это солдаты уже регулярные армии. Красная армия. Красная армия. Да. Следующая группа. Уже олицетворение мирной жизни. Значит, в руках то ли крестьянина, то ли рабочего. Это крестьянин, потому что в левой руке у него колоски, а в правой разводной ключ. Вот. Это уже мирное время, это уже строительство, как сказать, социализма. Шахтер, знаменоносец. Да, да, да. На советской власти. Вот. Значит, вот. И последняя фигура – это свободная женщина-студентка. Вот она вольная, гордая. Опять же, уже видишь. Вот она так ступень за ступенью от Катерины до… Вот так вот она. Этап за этапом и… Совершенно точно. А сам Шевченко, значит, изображён протестантом в пору наибольшего своего революционного демократизма, наибольшего протеста своего. Спасибо большое. Ну, что касается… Ну, все артисты Харьковского театра, они участвовали в спектаках Айдамакова, кстати, Айдамаки Шевченко. То есть, они… Мало того, что были утренцы, они знали жизнь своего народа, знали его историю. И вот они изображали перед Манезером, а он воплощал этот вопрос. Спасибо большое. Скажите, а как Вас зовут? Святославий Неменевич. Благодарю Вас. Что касается Гучмы, это был настолько талантливый человек, что его за революционную… он поддерживал революции движения народом, и его, значит, присудили, значит, к смертной казе. И вот в тюрьме на соборовой даче, значит, он изобразил… Начал изображать из себя все мошенники. И все психологи, все психотерапевты, все святиши, которые были… Поверили. Да, они могли различить. Действительно, он сумасшедший или нет. И таким образом освободился. Прекрасная история. Спасибо большое Вам за лекцию.